Не пройти, не проехать. Екатеринбург превращается в ямобург. Дороги даже в центре города разбиты. Огромные ямы становятся для автомобилистов неопредалимым препятствием. Чиновники обещают все отремонтировать, когда снег полностью растает. С екатеринбургских улиц сюжет Дмитрия Немытова. С каждым годом в Екатеринбурге ямы бьют все новые рекорды. И вот рекордсмен 2013 года. Если раньше ямы мерили просто рулеткой, то, боюсь, сейчас здесь никакой рулетки не хватит. Мы находимся посреди улицы Стахановская. Сложно себе представить, если автомобиль попадет вот в такой капкан. Здесь речь будет идти уже не только о ремонте транспортного средства, но и о травмах для водителя. Чтобы засыпать такую пропасть в дороге, понадобится один грузовик со щебенкой. Но пока здесь даже ограждения со светоотражающими сигналами нет. Благо местные жители воткнули палку и поставили пару ящиков. Вот и все. Теперь осталось ждать беду в виде ДТП. Так это вообще беспредел? Очень опасно. Надо срочно дорожную службу вызывать. Аварии не избежать и на улице автомагистральная. Здесь на коварном повороте в правом ряду под водой большая яма. Кто успеет ее заметить, выскакивают навстречу. Кто не успеет, бьются днищем. Оба варианта крайне опасны. Интернет уже взорвался критическими цитатами. Не город, а яма сплошная. Дороги разбиты повсеместно. И как разбиты, это ж талант надо иметь. Так построить, чтобы потом так развалилось глубоко, с ямами и острыми краями. Может, пора уже на улицы выходить, чтобы привлечь внимание властей? Предлагаю высказать возмущение возле администрации города. Требование одно – обнародовать сметы на ремонт дорог города, сроки, улицы, суммы, тотальный народный контроль. Можно флешмоб организовать, остановиться тем же 200 тачкам на протяжении квартала всего. И одновременно в зеленых светоотражающих жилетках достать домкраты и менять колеса. Водители уже собираются в группы пострадавших и выкладывают фото. Вот девушка ищет тех, кто, как и она, повредили колеса на пересечении трамвайных путей. Ущерб больше 30 тысяч рублей. А вот автолюбители сами устанавливают сигнальные конусы в опасных местах. Сложно представить, что в соседней Тюмени проблем с дорогами нет вообще. Это видео сделано тюменцами сегодня. Никакой грязи и луж, никаких выбоин и пробок, никаких пробитых колес. После зимы всегда дороги хуже становятся, но в Тюмени более-менее хорошее качество дорог. В центре, да, действительно дороги хорошего качества, но вот во дворах дороги желают быть лучшего. Тем временем в администрации Екатеринбурга обещают наказать подрядчиков за халтурный ремонт дороги. Гарантия на асфальтовое покрытие три года минимум. Подрядчик должен за свой счет, своими средствами, силами, на своей технике отремонтировать эти объекты без участия муниципалитета. Аварийный ремонт продлится до середины мая. Все это время ямы будут засыпать асфальтовой срезкой и смесями. А живет такая заплатка максимум день. Дмитрий Немытов, Андрей Бородин. Информационная программа «День». Екатеринбург. Тюмень. Продолжение следует.